эх здорово народ с вами демогранты это у нас ферма 22 продолжаем не рубиться копить на тысячу свиней классной организации крутую ферму татру пришлось продать и в чем прикол мы ее покупали за десятку пригнанную тут из-за границы грубо говоря вот и за 7 200 по-моему я продал привод купил себе вот такой красавца аккуратненько вот такого 36 кубов умещает мне кажется принципе нормально да вот сегодня будет боевое испытание для нашего камаза мы его как купили он так особо не ездил максим там прицеп туда-сюда потолкал и все на этом больше никаких телодвижений не происходило с магазина тяжело выезжал этот максимум что я могу сказать и плохого про него пока что так куда нам а вот сюда нам да я просто переживаю то что не справится такой тяжести будет погибать просто-напросто чё сколько у нас тут нормально поехали на загрузочку поедем мы с тобой я почему-то в красном цвете захотелось прицеп так есть что есть что загрузить сюда есть есть еще отвести прикольно так насыпает классно анимация ну слушай ну жоп присел но не прям таки присела ой как то он справляется смотри 25 800 нормально поехали песочек сухой в этот раз все отлично ну хоть наконец таки он поработает да слушай а он прям тянет слушай это не можно ему и покруче прицеп то есть можно было брать и подешевле там просто старенький продавали подешевле но не грустно поделать прям крутая видно то что жопа у меня присела но как бы вы с ним он прям тянет занесло мне прям нравится скрин будет классный сегодня будет дофигище груза переводы что ж такое и промок будто сносит суши да его сносит уже буксует ну ё-моё ну что ты только собирался поработать не получится чем поработать надо тоже нахер продавать его смотри сколько там тягачи стоят и мы практически во первых быстрее повезем чем наш камаз старенький вот этот вот со старым прицепом это там шустро отправлять с этой задачей опа опа как я ловко да и разложил после дам как говорится мужик как мне эти боты на этой карте бесит вы бы знали да ну вообще прям нормально так э 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 таки не он прям вообще прям он буксует так не помочь из чего типа тяжело ему или что здесь я правильно еду стой делаем ставки сколько мы сейчас за эту ходку заработаем хотел бы хотя бы камаз отбить потому что камаз мне и нравится вообще не нравится 22 косаря собственно говоря что я не могу заработать пока накатом пусть скатывается хочется глянуть сколько тягач стоит именно камаз либо мана маза точнее с этим между прочим а вы наверно уже гораздо ничего увидели его так вот это я хочу продать жутко она мне без тягачи тягачи помо меняется да нет менять или у этого меняется да у этого меняется нет не меняется 80 косарей и он чем прикол по моему не потянет а что сколько лет потянул едем дальше вот он за 40 косарей допустим вот в таком вот цвете он будет колеса десятку сразу просто на колесах чисто разоряемся 65 будет вот такой стоить так допустим так допустим как раз я не рассматриваю этот тоже мне почему-то он в душу не ложится какой-то он скучный какой-то нералистичный на мой взгляд этого не хватает а вот вот они ребятки да самый дешевый вот как он есть 57 косарей да тупо вот цвет меняем его тупо цвет отменяем и все получается 58 косарей вот его бы почему бы и не рассмотреть да так тут вот есть еще один но он прям злой вообще просто это что-то с чем-то почему колеса срощены сзади такой-то жесткий тягач так ну и все получается да да дальше так дороже пошли этот надо удалить потому что хорень оказалась по-моему мы про него тоже смотрели да ну да просто не будет повторять о кстати с моником сколько будет стоить ух я не вижу смыслово манипулятор брать а почему на будущее как бы почему нет то эээ братишке нашему блин вот так кстати можно было бы купить но он тоже слабенький пусть мы еще если его продадим ладно хорошего рассуждать поехали работать эти рассуждения кому они нахрен нужны ну просто это присматриваемся прицелимся по технику получше взять обновляем наш парк прям уверенно работать все тяжкие пускаться нужно было бы просто можно дальше собрать сцепку или быть просто грузовиком сделать и таскать но все равно нам нужно 60 косарей плюс-минус у нас пока столько нет сейчас можешь еще фотку сделаем еще двадцатку подымем на поправки свои фотки сделать успеем не успеем и разболтали больше чем ехали давай максимально силы приложим чтобы вывести все все что там есть бункеры пока что накопили поехали короче максимально быстренько все загрузимся разгрузимся поем обратно его продадим нахрен расстрелки меня ну надо будет перетекстурить его посмотреть что там надо как да я шибко не заморачивался с ним я просто просто оживил его двух словах чтобы он в 22 ферме появлялся почему-то дыма нету вот дым доставил координаты неверные чем такое либо непростенький не дым дым есть не не дым дым есть вот так вот все прям увидел его ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой зацепил ты ее да повторюсь три ходки надо сделать мы сейчас вот второе ко второй подъезжаем сразу завешиваемся стартуем назад купим на крутой грузовик этой серии не космос пи и я я газую Так вроде нормально разворачивается, да? Постараемся назад, чтобы нагрузка была побольше. Ну, шибко это не помогло. Так, обратно выезжаем, завешиваемся, народ. Ну что ж ты будешь делать с ним? С Рамазаном тоже проблема. Ой, прям ровненько 25800 получилось. Все, помчали. Поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Тихонько, тихонько, родной Пошел, 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 пошел Ну вот мы с вами молодцы Успели две ходки уже сделать Сейчас летим быстро за второй, точнее за третий Быстренько приедем, загрузимся и обратно полетим Надо максимально быстро все это сделать Чтобы в следующей серии мы могли купить себе новенький КАМАЗик Скорее, КАМАЗ все-таки это будет Блин, а АЛМАЗа мощности побольше А то КАМАЗ с манипулятором будет И дешевле Вот ты думаешь Понял такой свежий Евромазик Будет такое таскать Ну и там нормально еще я присмотрел уже Тоже там Вот что я уже говорил в начале видео Есть еще один прицеп Мы так не скоро от песка избавимся Теперь конкуренцию, наверное, перебьем, да? Будем сами гвозить Угу, едем Еще одну ходку, ребят, нам надо успеть сегодня сделать Угу, едем Ех! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сразу прицеливаемся Сразу прицеливаемся Угу, отлично Все, валим Так, все, газуем Пора везу скорее, конечно, заканчивать Но сейчас мы ее отвезем И будем заканчивать ее Если мы сейчас на КамАЗе бы ехали бы, мы бы только, возможно, второе выгружали бы, либо ехали за вторым, ой, за третьим. Ну, на своем, на КамАЗе. Это, в принципе, тоже наш КамАЗ. Ну, мы его, наверное, только один раз катались. Ну, конечно, он подводит, да, не идеально вообще ни разу. Ну, ничего. А кто идеальный? Да никто. Эх. Тих, 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 тих. Тих, 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 тих. Всё, 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 веди себя нормально. Ну, да. Мы сейчас бы только за третий ход поехали бы. Потому что тот КамАЗ не едет вообще. Нагруженный и подавно. А этот прям прет. Пусть поменьше везет. Но он прет. Тем более мы его за 3 ходки. Не так везли. Ну. По 40 кубов. Стой. Стой. Ну наконец таки. Я приехал. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Выгружаем груз моей. Сколько мы денег получим с этого? Ну? Сейчас уедут. Ну с 70 косарей, пацаны. 70 косарей. За 3 ходки. И там ланж 68. Что-то такое. Плюс-минус получилось у нас. Ну. Это разве неплохо. На стареньком КамАЗе. Вот. Очень классно. Вот. Все. Тогда будем здесь заканчивать. Вы на канал. Подписывайтесь. Кушайте тортик. Всем удачи народу. И пока. Я поехал затариваться. Счастливо.